буду грибы жарить с мясом думать откуда эта музыка вот записалась на трансляцию через 13 минут на как это делать и прекратить не блять а вот она так смотрите трансляция начнется через 10 минут буду буду торт и буду учиться готовить торт и домашний кондитер полина филимонова так вчера записалась на бесплатную короче на бесплатно вам сказать трансляцию анастасия кто тут у нас участвует а я где я что же записалась участников 141 короче через через телеграмм написала и где-то вот ссылка на трансляцию о сколько через 10 минут буду смотреть может быть торт и научусь стряпать с домашним кондитером может быть уже через 9 50 секунд ладно подзаряжу маленечко телефон сейчас сюда я уже блять а вот подзаряжу телефон и буду смотреть как раз мясо поставлю жарится ах 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 скоро я вообще мастер-шефом стану сейчас грибочки поджарил потом это в том сковородку помою тут же мясо пожарю стейки а потом а потом а потом а потом все вместе соединю и будет мясо с грибами не нужна сегодня закуска прекрасная я буду праздновать 150 тысяч подписчиков все пока не это сколько-то минут осталось о через 7 минут уже сейчас начнется уже скоро ну а чё в принципе чем не мыть сковородку на этой же и буду жарить бутылка громадная стоит я ее обняла еще как-то вам памятник или как его назвать после права все прекрасно я гриб там пробку украла это это и линка высола мне точилки шанель диор приезжай забирай блять сколько через сколько там начнется а а через сколько это начнется трансляция гребаная ой через 13 секунд через 12 секунд начнется трансляция трансуха так я буду домашним кондитером вебинар начался нажмите чтобы запустить трансляцию развернутым я много не прошу я прошу всего лишь отвечать на мои вопросы давай давай чтобы я опять же чем больше вы отвечаете тем больше я понимаю кто конкретно меня смотрит и я стараюсь строить презентацию чтобы она вам была полезна все короче все ребята мне и когда мне плюсики не ставит можете уходить я с вами не разговариваю не буду разговаривать далее еще один третья моя просьба к вам на все вопросы я буду отвечать в конце вебинара вы можете задавать вопрос но если у вас вопрос который наверняка у вас накопились из разряда как мне сделать бисквит чтобы он не оседал все я скоро стану мастером фломастером скажите там такой-то такой-то рецепт у вас вот такая вот маленькая вот здесь в уголочке если вы смотрите меня с компьютера или ноутбука если я у вас буду большая на меня смотреть не обязательно главное будет эта информация вот здесь на слайде давай поля все единички ваши увидела идем дальше и так почему же мне нужно отвечать прям вы очень нужно отвечать я вас очень прошу да хорошо давай нет мясо жарится мне тут некогда с тобой господи еще записывать надо ладно ручку надо из полимерной глины взять все учусь и мясо короче жарю нас это помните когда вздеки работала она торт это пекла по-любому тоже у какой-нибудь полины научилась вот грибы у меня уже готовы подгорели но ничего не страшно очень вкусно скоро все соединю я 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 напишите восьмерочку давайте чтобы мы не путались какую восьмерочку и третье это если вы будете отвечать на мои вопросы и задавать свои касаемо слайда то вы усвоите 90 а то есть 100 процентов информации все 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 я учусь чтобы стать еще умнее чтобы стать еще умнее а если вы бухгалтер пишите бухгалтер если в декрете пишите я в декрете зачем тебе полина это я тут сижу учусь то есть не то на кого вы учились там когда-то а сейчас работаете другим а реально ваша работа сейчас давай напиши блогер у этой девушки есть свой youtube канал и п ижевский бухгалтер красногорск в декрете ой как много давайте я тоже напишу в декрете в декрете в декрете в декрете художником фотографом каменск уральский художником фотографом конечно любовь мне кажется в кондитерском мире на самом деле потому что у вас есть понимание повар санкт-петербург повар тут одни повара собрались и я профан полный сразу же отлично а теперь скажите мне пожалуйста еще один вопрос давай давай на каком профессиональном уровне вы сейчас находитесь давайте так сделаем по цифрам ноль если вообще не умеете печь петли там два раза в жизни и получилось не очень единичка если ну иногда там какой-нибудь шарлот для домашних можете испечь вот там какой-нибудь тортик что-нибудь для дома двойка это если печете хорошо достаточно часто но только для домашних и для друзей и получается красиво а тройка если вы прям делаете на заказ либо работаете на производстве например так ну ладно было бы клево научиться ноликов нет как нет я нолик полный причем нолик так что можете не переживать и теперь вопрос зачем пришли на этот мастер как зачем у каждого из вас был изначально запрос который возможно вы не совсем даже конфеты уже сижу жру просто так вы бы сюда не пришли если бы все было нормально и все вам нравилось вот здесь сейчас ответ люблю печь не подходит потому что когда человек просто любит печь он не ходит на мастер-классы вы скорее всего пришли потому что хотите но не знаете как начать и у вас что-то не получается с какой-то там проблемой столкнулись и так далее вот опишите мне вот эту задачу вашу пожалуйста узнать как развиваться в кадетском деле супер хочу научиться творить шедевр на заказ супер мы не рассылаем потом как это делают некоторые мастер-классы в записи все находится только здесь и сейчас более того я провожу мастер-класс живую вы если вы заметили не можете поставить меня на паузу перемотать и так далее у вас даже нет такой функции в вашем гаджете с которого вы меня смотрите я зарегистрировалась если вы отвечаетесь на 15 минут то вы эти 15 минут уже не вернете вы должны это понимать и вы всегда со мной постараться вложить все дела которые вас могут насыкать телефоны инстаграм как я вот не люблю вот этого всего у нас в сдеке обучения кто согласен плюсик еще вы знаете еще ничего путного не сказала 10 минут еще ничего не сказала путного просто 10 минут какой-то хуйни какой-то воды блять спасибо вам большое за то что выделяете мне такое внимание и также в конце будет вас ждать бонус урок торта о вот-вот-вот это один из самых популярных и любимых много я ради него сюда и пришла мой авторский рецепт которому уже очень-очень много лет участников 350 человек так сказать по нему я учила готовить людей еще наверное года 4 назад потому что рецепт очень легкий очень крутой вкусный и украшение на самом деле кривые ручки мне кажется это это как сказать неправда в общем потому что неправда все вопрос опыта если вы знаете основные правила декора то ручки здесь сейчас я короче научусь печь пироги торт и все украшение это прям боль фото некрасиво шоколад не умеют топить там люди пишут проблемы да не пробовала продавать ага вот они ура я дочку усыпила кто блять о чем нахуй как вести страничку в инстаграме узнать лучше украшать проблема с коржами это у людей такие проблемы у меня проблема у меня нет квартиры в Турцию готовлю но не нравится как выглядит где-то асимметрия декор ну ладно в общем зато честно анастасия как продвигать в инстаграме я ничего не собираюсь продвигать я хочу для себя научиться печь для себя чтобы это позвать кого-нибудь в гости чтобы все охуели чтобы такая оп а я сама еще пекла торт оп такая оп именно именно проблема с украшением собственно те проблемы которые я вам ненавидит ли мне песка не видно сколько пива видно сколько пива так подожди сколько у меня сколько у меня разрывает иногда если есть желание научиться все получится о а наша школа может вам помочь вы же умнички что участвуете в мастер-классе вот как же будете продолжать там раз в две недели что-то стараться печь и хочу научиться работать с мастер-классом новой информации все действительно подумайте сколько вообще лет вы будете учиться так чтобы было как на фотографии и куда убегут все ваши конкуренты 7 лет уже девушка занимается вот этим кондитерским делом у меня такая история у меня не получается макарон и показала у меня не получается макарон и сказала слушай у тебя колокольные грибальники селепринтированные да и я вот так на них смотри что что вы сейчас сказали почему на фурму макарон какой сочный но еще не готово соединила ну короче мясо с грибами я умею жарить скоро еще и вот овощи это с помидорами буду желтых помидор это добавлю научусь пироги печь она вот все еще пиздит уже полчаса еще ничего не сказала по делу так что он так надо смывать все готово 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 я помидорки режу и все все смываю посуду смываю 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 все я сейчас смушаю полинку учусь так готово все готово 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 все помыла нужно потом все сожрать все нужно освободить сожрать чтобы было для новых посылок место так тарелочки посмотри какое какое мяско так будем резать помидоры все еще смотрю смотрю еще не сделала ни одной записи ну сейчас вводный урок говорит говорит про говорит про девушка говорит полина говорит про украшения тортов как продвигать свой влог телевизор включен у меня же все здесь не включено это полина говорит как как правильно продвигать свой профиль в инстаграме как делать удачные фото короче водные эти водные штуки да девчонки вы правы профессия на самом деле идеальная и для женщины чтобы развивать нашу женскую энергетику я давно давно только хотела научиться печь чтобы быть почаще с ребенком да про то что мы сказали и учить ребенка тоже в хорошей деятельности когда мама работает перед ним дома а не где то там в офисе в каком то и непонятно что мама вообще там делает и прекрасно для творческой плюсы профессии кондитер дома рассказывает у меня конечно творческого потенциала никакого нет но с одного урока там ничего не поймешь нужно наверное брать целый курс первый урок вводный бесплатный ну это я так сумела зарегистрироваться хотите вы стать кондитером хотите вы продолжать это хотите вы обучаться дальше две помидорки порезала так сейчас уже сделано не вручка либо вы хотите либо это не ваше они не попадут и вы их не чувствуете безвлядно первое — это новые эмоции каждый день особенно для тех у кого маленькие дети есть проблема в том что день сурка да про то, про что мы с вами сказали да 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 и когда дети в нем одинаковые вы начинаете впадать в небольшую депрессию опять же это не у всех так но у некоторых я не знаю как это Потому что у меня нет сети пока что Но я ориентируюсь только на то Что мне писали мои девчонки Поэтому Мне без претензий Действительно прекрасно Мне нужно научиться просто готовить торты Ничего я продавать не собираюсь Мне нужно готовить торты Уметь для себя Вот видите дождь А я как раз образовываюсь Сейчас я По поводу декора Очень много рассказывает Мясо под шуткой с грибами Так Опять грязная сковородка Мясо под шуткой грибов Мясо под шуткой грибов Так Так Нам нужны там врачи Бухгалтеры и так далее Конечно нам нужны Но кондитерское дело Это прекрасное дело Как оплачиваемое Конечно Это прекрасное дело Конечно О Все Все Слава Богу готово Готово Сейчас дослушаю Всяду пожру Потому что вам не обязательно Пахивать На всю катушку Никто вам не разрешит Быть там Врачом Выходного дня Или там Не знаю Как Видать да Видать да Видать да Как я лично все пожарила И главное Не сожгла На грибы не надо смотреть Они такие сами по себе Мясо такое Сила есть Если честно Снимаю на На ту камеру Не на фронталку И на фронталку Снимаю Зеркало О Посмотрите Какое Вы посмотрите Какое Ах Сижу смотрю Мастер класс Жру 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 То что Наготовила Сама Ну а как У меня нет Столько свободного Времени Тут сижу С блокнотом Если что Записывать буду Очень часто На работе Расскажу Ну-ка Сейчас я посмотрю Как вы там Подписывайтесь на меня 149 824 149 824 Участникам Участников 352 человек Что передо мной Стратить половину Своей жизни На то Где вы не получаете Действительно Сколько у нас людей Сколько женщин Ходят на работу Не потому что Они там Получают удовольствие Кайфуют Как вы сейчас писали Творческий Возьмем на пол Мне так нравится Это дело А потому что Надо Потому что Нужны деньги И так далее И я сделала Для себя Сколько бы я Не зарабатывала Я буду заниматься Только тем Что мне нравится Что мне приносит Добавление Что передо мной Окошка стоит пустая Ну знаете Но я буду получать От этого Добавление Я соглашусь на это Но так Сошлись карты Что И Мне кажется Что это Ладно Старить Вот Был вопрос Если я боюсь То, что заказчику Не понравится Боюсь Недовольного заказчика Девочки Этого бояться Не стоит Потому что Через это Рано или поздно Проходят все У вас Обязательно Случится Знака Жизни Недовольного заказчика Я не буду Сейчас говорить Там Об этом Существует Про то Что Всегда Будет Идеально Там Все хорошо Но Сколько У меня Недовольного заказчика Ну наверное Раз Пять Шесть Случалось За мной Действительно Это история Как с этим Справляться Просто Нужно Заказчикам Договариваться Нужно Объективно Объяснять Простите Пожалуйста Да Я сделала Записи Записи 99% Случаев Если вы Предлагаете Заказчику Либо Вернуть Деньги Либо Переделать Торт Он Доволен Ну все Хорошо Супер Он Рад И все Нормально Привожу Пример Сейчас Вам Торт Задержался На свадьбу Пиздец Блять Вас Убить Накуй Надо Пиздец На мою Свадьбу Задержали Торт Все Это Пришлось Прозлить Из-за Того Что Наш Невеста Была В Истерике Еще Блять Что Вот Все Так Плохо Какие Мы Плохи И так Далее Я Постаралась Успокоить Естественно Что Я Могла И Предложить Я Спросила Говорю Там Не Помню Как Наталья Вам Торт Понравился Она Говорила Да Торт Он Супер Я Говорю Мы Сделаем Так Мы Сделаем Супер Идеальный Торт На Любое Датное Время Которое Скажете Это Будет Наш Подар И Сделаем Скидку На Этот Свадебный Торт Который Вы Нам Заказали У Нее Было У Брата Рождение Буквально Через Пару Дни Она Говорит Да Давайте На Этот Торт Мы Привозим Она Довольная Сторис Выкладывает Спасибо Большое Публике Я Уверена Что Она Нас Еще Порекомендует Кому Потому Что Я Объяснила Простите Пожалуйста Наш Костяк Да От Нас Не Зависило То Что В Москве Быет Такая С С Пром Которое С Любым Заказчиком Можно Договориться Исключая Конечно Больных Наголов Такие Тоже Есть Которые Все Сделали Хорошо Но Что Не Понравилось Кто Понимает О чем Я Кто Работал В сфере Услуг Понимает Спросить Заказчику Что Ему Нужно Что Он Хочет Делать Вернуть Ему День Если Что И Забыть Про Эту Ситуацию Просто Сказ Все Это Вольной Заказчик Он Мимо Меня Должен Пройти Бывают Такие Люди Которые Любят Придираться И так Далее Вот Пожалуйста Забери Свои Деньги Без Петитори Время Как я могла Посмотреть И увидеть Что Без Петитори Вот Все Разобрались Эта тема Идем Дальше Хранительница Учитель Домашнего Челя Мы С вами Разбираем Примусь На Похожем Деньги Когда Мама Делает Такой Кусочек Мяса Ну и печеньки А капкейки Домашние Прекрасные Конечно Это супер Когда муж Пишет домой На то Чтобы Делали Какую-то Очередную Красоту Скидывает Это Своим Съям Выкладывает В социальные Сети Какая У меня Жена Умничка Ну и Вы В принципе Также Можете Вести Свою Социальные Сети Говорить Вот Я Дому Сделала Такую Красоту Это Гораздо Круче Приятнее Чем Какой-то Там Пирог Не знаю Кривенький Я Кой-кому Утру Нет Мы Что Вы Со мной Здесь Согласитесь Любимая Моя Тема Когда Вы Кондитер У вас Накупят Только Натуральные Десерты Напишите Пожалуйста В чат Я Кто Читает Составы Я Читаю И что Вы Там Вообще Видите Тот Ужас Который Написан На Огромных Этикетках Длиной Просто Полметра Это Реально Страшно Есть Согласитесь И Ладно Если Мы Сами Можем Что Нибудь Гаденькое Съесть И Себя Не Жалко Но Когда Ты Корбишь Вот Такой Химозой Своих Детей Это Реально Страшно Это Реально Грустно Это Реально Печально Потому Что У Детей Часто Возникают Аллергии Какая Сыпь Еще Что То И В принципе Когда Ты Видишь Что То Это Конечно Страшно Другое Дело Когда Ты Делаешь Торт Самостоятельно И Ты Точно Знаешь Что Все Продукты Там Свежие Точно Знаешь Что Все Продукты Там Качественные То Чтобы Ты Не Добавлял Куда Никаких Химических Концентратов Каких-то Дешевых Маргаринов И Так Далее А Ты Сделала Все На Натуральной Красоте И Другое Дело Абсолютно Все Друзья Уже Давно На все Праздники Ждут С тортом И Конечно Очень Приятно Когда Твой Торт Съедается Очень быстро Все стоят И говорят Что Ничего себе Точно Можно же Торт Научиться И готовить Торт На дне Рождения Дарить Это Отличная Реклама А Торт Куплен В магазине Где-то Там Вдалеке Лежит И Про него Все Забыли И Его Никто Не Оспоминает Поэтому Возьмите На заметку Потому что Если Вы приходите На дни Рождения Со Солен Тортом Это Супер Реклама Потому что Если Торт Понравится У вас Путыл Будет Заказывать Далее Сама Хозяйка Своей Судьбы Кондитерское Дело Помогает Выстраивать График Самостоятельно Хотите Выходной По средам У вторника Делайте Хотите На месяц Куда-то Упьет Я тоже Хозяйка Своей Судьбы Я заказ Участников 349 Вах 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 Камень Скуральский Облачно 22 градуса Ага Облачно Без просвета Вот как раз Вот такие вот Всякие тренинги Семинары Вот на это время Сырин Какомат С Аркадием Новиковым Ресторатором Московским Мне очень приятно Когда про меня Пишут Какие-то Издательства Про мою деятельность Кондитерскую Здесь писала РБК Меня про мою деятельность Журнал Эль Писал Про Полину Филимонову РБК Хакамада Да Я беру уроки Улучшить Журнал Эль Писал Про мой паблик Вконтакте Как один из Классных пабликов На который Стоит подписаться Мне было Очень приятно Журнал Дорогое удовольствие Давало бы мне Давай Не хвастайся Переходим к торту Пряная вишня Плюс Вот у кого еще Осталось Вот это Впечатление О том Что кондитер Это вот такой Полная Женщина С вот такой Шапкой Сверху Которая Что-то Мезет В своем Большом Большой Большой Кастрюле Это все Уводит На задний План Потому что Кондитер Становится Популярной Сильной Профессией Про нее Снимают Сериалы Кто смотрел Эль Пирогова Напишите В чат Сейчас Снимают Сериалы Снимают Шоу Вы знаете Про шоу Кондитеры Кондитеры И так далее То есть Эта профессия Очень сильно Набирает Обороты И становится Все популярнее 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 И это тоже Здорово Когда ты Соответствуешь Трендам И также Я знаю Что у многих Есть мечта Это открыть Свою кондитерскую У кого была Такая мечта Или есть Испортная Шития Это Своя Кондитерская Работать Открыть Свою Кондитерскую Вы Заебетесь С проверяющими Документами С проверяющими Компаниями Кондитерская Сеть Как такая Ну блять Хотя как-то Это классно Что-то Такое Домашнее Узывное Если вы Как вкусно Вы хотите Вот очень много Кстати людей В чате Пишут Супер Смотрите Девчонки Я считаю Что Большой Вред Открывать Кондитерскую Если У тебя Нет опыта Домашних Кондитеров Ну конечно Ты не знаешь Что людям Надо У тебя нет Своей Аудитории У тебя Нет Понимания Процесс Аудиторскую И буду Вообще Сейчас Добраться Это тоже Как фашист Ну что дорогие Кто готов Потрудиться Я Я Я Давай Наконец-то Болтовня Закончилась Нам не упадет Волшебной Томлетки Не существует Нет такого Что есть Какой-то Один рецепт Нам не надо Как раз Доедаю Допиваю Понимаешь Это Длительный Процесс Который Можно Изучать Вот Сейчас Все Люди Которые Меня Смотрят Должны Написать Мне А тот Кто Не готов Тот Кто Понимает После Того Всего Какой-то Мужик Тут Зарегистрировался Виктор Михайлов Жан Эта Светлана Ника Ася Сымбак Не сикбек Нет Нет Полина Мы Смотрим Мы Смотрим Зря Что Не терпела Твой Болтовню Час Целый Итак Ну что Я готова Рассказать Вам Свою Историю Сейчас Я Начинала В 14 15 Лет Отвратительная Фотография Но Единственная Которая У меня Есть С того Времени Где я Что-то Вот Готовлю Совсем Еще Ребеночком Мне Просто Нравилось Готовить Вот Как Вы Писали Я Получала Показывать Свою Фотографию И я Даже Не Представляла Что На Времени И Готовлю И Пару Лет У меня Пошли Первые Заказы Я Делала По Себестоимости Потому Что Происходит Я Делала Какие-то Базовые Рекламные Вещи Типа Я Делала Конкурсы Какие-то Блядь Новосибирск Осталось Только Мне Туда Переехать Мне Нравится Еще Учить Людей Потому Что Мне Очень Много Просили Девчонки И Мои Клиентки И Мои Подружки И Вакцина От Коронавируса Там Разрабатывается И Это Там Живет Все Мясо Закончилось Поведор Я Промедоры Не Мах Не Не Мне Хочется Помогать Людям Которые Не Могут Прийти Ко мне На Мастер Класс Из-за того Что Непоним Класс 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 И Сделала Онлайн Школу И Теперь Все Как Все Свое Внимание Все Свое Время Я Уделяю Этой Онлайн Школе Которая Большая Моя Гордость И Действительно То Не Знаю Лучшее Наверное Что Я Более Ну окей Скажем Более Тридцати Тысяч Шучеников Потому Что Действительно Цифра Очень Большая Она Растет Каждым Днем Топ Три Самых Читаемых Кондитеров России Она Входит В топ Три Самых Читаемых Кондитеров России Я На втором Месте Среди Кондитеров России На первом Месте Не буду Говорить Додумайте Это Сами Я думаю Что Вы Догадаетесь Что Имя Нельзя Называть Здесь Далее Номер Один Кондитерская Школа В России И СНГ Это Она Про себя Действительно Самая Большая И Как По Мне Самая Лучшая Школа 11 Кураторов Профессиональных 343 Человека Там Какая-то Дура Напишет Кристина Логинова Невероятная История Полина Вы Умница Я Третий Год Держу Сервисный Центр По Ремонту Гаджетов Техники И понимаю Что Хочу Развиваться Дальше Думаю У меня Есть Возможность Открыть В дальнейшем Свою Кондитерскую Чтобы Также Был Опыт В Продвижении Бизнеса Какая-то Он мерзкий Почему Хиру запишут Бля-бля-бля Это чат Не видно Да? Напишите Плюс Сейчас Не видно Да? Я даю Там Хорошие Видеорецепции Милые Не отвлекаемся Подписалась Во время Эфира Плюс 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 Анастасия Русакова Вероника Якупова Ой Все Мои дорогие Я буду Слушать Куда Я вышла А Также У меня Есть Ютуб Но Его Я не Выложила Сюда Можете Сами Найти Палинкейк Палинкейк Я найду Пропускает Тысяч Более 250 Тысяч Конечно Подписчик Они Более 250 Извините Итак Девчонки Я вам Хочу Теперь Рассказать Про курс Домашний Кондитер Все Это Рассказать Рассказать